В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. В ближайшие 15 минут обзор главных криминальных событий. Люди не пострадали. Водитель в наркотическом опьянении уронил трёхметровую берёзу на крыльцо парикмахерской. Машина на большой скорости пронеслась по пешеходной дорожке между домов, а затем круто повернулась и врезалась в берёзу. От правосудия сбежала на войну. Закончено расследование уголовного дела 17-летней давности. Она полностью изменила не только свои телеграфические данные, число, год, месяц рождения, фамилии, но и, соответственно, у неё появилась новая семья, новые дети. Дети, она осталась по-новому. Смертельные уроки нравственности. Один из ревности убил жену, второй подозревается в убийстве матери. Тогда ещё до ревности близко не было. У меня просто шок. Со времён Шекспира синдром Отелло вовсе не стал более редким, и пример венецианского мавра никого не научил. В России ежегодно на почве ревности совершается до тысячи убийств. Из них 990 – это убийства мужем жены. Этот мужчина никак не поймёт, что хуже – постоянная измена супруги или то, что за моральное поведение она погибла от его же руки, а он сам окажется в тюрьме. Мужчина в содеянном вину признал, активно способствовал расследованию уголовного дела. Даже после совершённого преступления, осознав, что он совершил, сам сообщил правоохранительные органы и до приезда скорой помощи пытался оказать первую медицинскую помощь погибшей. В последний раз свою благоверную подозреваемую обнаружил у соседа. Практически застал врасплох. Тогда у меня шок был просто. Тогда до ревности близко не было. У меня просто шок. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно с удверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО-1 города Рязани. Следователи выяснили, пристойные манеры своей даме ревнивец часто прививал именно кулаками. Но до серьёзных побоев дело не доходило. Добиться вразумительных объяснений от соседа, что в итоге спровоцировало такую реакцию, так и не удалось. Ну, как он поясняет, употребить алкоголь и спросить сигареты покурить. Также он помнит, что заходил её бывший супруг, а обстоятельства он конкретные, кто сколько у него времени провёл, он не помнит. Единственное, он пояснил, что соседка действительно уходила без каких-либо телесных повреждений вместе с супругом. Смахивая скупую слезу, задержанный говорит, что сожалеет. За убийство супруги ему грозит до 15 лет лишения свободы. Буквально полметра отделяли женщину с ребёнком от несчастного случая. Серьёзное ДТП произошло на днях на улице профессора Никулина. Автомобиль свалил трёхметровую берёзу на вход в парикмахерскую, расположенную в доме номер 6. По словам очевидцев, автомобиль Сузуки влетел во двор с пешеходного перехода на улицу Чкалова. Машина на большой скорости пронеслась по пешеходной дорожке между домов, а затем круто повернулась и врезалась в берёзу. От удара трёхметровое дерево упало на лестницу, ведущую в парикмахерскую. Лишь по счастливой случайности автомобиль не задел пешеходов, и на лестнице в момент ДТП никого не было. Когда водителя с горем пополам вытащили из разбитой машины, выяснилось, что объяснить своё поведение он не может. И причина тому вовсе не полученной травмы. Мужчина отделался несколькими ссадинами, но, оказавшись на улице, лёг на асфальт и забился в конвульсиях. На помощь экипажу ДПС поспешила скорая помощь. Трубочка с подозрительным веществом, найденная в салоне автомобиля, натолкнула на мысль о том, что лихач в наркотическом опьянении. Исследование подтвердило употребление спайса накануне аварии. Что интересно, при осмотре автомобиля полицейские обнаружили служебное удостоверение сотрудника одного из рязанских подразделений в СИН. Однако сам задержанный никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. Корочка была утеряна три года назад. Представит выяснить, пользовался ли злоумышленник чужим удостоверением в личных целях. Ранее рязанец уже дважды привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности. Также он четыре раза лишался права управления транспортным средством за езду в пьяном виде. Срок последнего лишения прав истек в мае этого года. Сейчас в отношении виновника аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. От правосудия сбежала на войну. Закончено расследование уголовного дела 17-летней давности. Главная подозреваемая вряд ли ожидала возмездия Фемида за убийство своего приятеля, совершенное ей в июле 1998 года. Уроженка города Рыбной вместе с подругой пошла в гости к знакомому. После непродолжительного застолья сделала вывод, что мужчина явно симпатизирует конкурентке и решила избавиться от яблокораздора. Ударила кавалера сначала сковородой, затем ножом, от чего пострадавший скончался. После совершения преступления она направилась в том числе в республику Чечня, где на тот период времени проходили боевые действия. И когда она обратилась к российским войскам за документами, объяснив свою причину, то что при бомбардировке ее дома было уничтожено полностью ее имущество, а также и документы. Ей была выдана справка на вымышленную фамилию имущества, которой она сама и представилась. Подозреваемую искали, ее друзья и родственники до последнего держали оборону, обнаружили беглянку в соседнем регионе. Устанавливать личность пришлось с помощью экспертиз. Она полностью изменила не только свои автобиографические данные, число, год, месяц рождения, фамилия, имущество, но и соответственно у нее появилась новая семья, новые дети. Жить она осталась по-новому. Похоже, подозреваемой придется еще раз круто изменить свою жизнь и следующие несколько лет провести за решеткой. А грозит фигуранке уголовного дела от 7 до 15 лет. Причиной несчастного случая может стать и чрезмерное гостеприимство. В сентябре пьяный гость чуть не убил хозяина дома, с которым перед этим напился за его же счет. Задержанный обстоятельно поясняет, какое количество раз бегал за вином и сколько стоит бутылка, но абсолютно не помнит, что еще сотни столетий назад наши предки именно топор сделали главным оружием в борьбе с врагом. А обиделся мужчина на отказ дать ему еще денег на спиртное. Со слов потерпевшего установлено, что если бы потерпевший не выхватил топор, то возможно бы обвиняемый довел бы свой умысел, направленный на умысленное причинение смерти до конца. Курил, смотрю, в дровах ткнутый топор был. Я его вытащил, зашел к нему в дом, хотел припугнуть его топором. Вот, и нанес удар ему в голову топором. Он заорал, я топор на пол бросил и ушел домой от него. Данное его действие квалифицируется как покушение на убийство, поскольку удар топором был нанесен острием и также в жизненно важный орган по голове. По словам задержанного, что было ближе, потому и ударил, потерпевший лежал головой к двери. После нападения на хозяина дома, гость спокойно пошел в освояси. И только маме рассказал о случившемся. К счастью, пострадавший остался жив. Еще одна гражданка не пережила урок нравственности. Главный подозреваемый – сын погибший. На следственном эксперименте один вопрос звучит чаще других. В каком итоге положения подозреваемый обнаружил мать на лестничной клетке? Деталь существенная, учитывая, что главный фигурант дела сначала полностью признался в содеянном, а потом изменил свои показания и настаивает, что в деле есть третий фигурант. Проснувшись под утро, увидев, что матери в квартире нет, вышел на площадку, где ее оставил до этого и обнаружил без признаков жизни. Проснулись во сколько? Пол шестого. Пол шестого. Обратно в квартиру затащили? Да. Предыстория такова. Погибшая нигде не работала, часто выпивала и проживала за счет сына. Тот, хоть и не был образцовым гражданином, постоянно напоминал о нормах приличия. Басоких хватит уже. Это иди делал, когда-нибудь буду спеть. Накануне трагедии родственники поссорились. Сын утверждает, что нанес пьяной матери две пощечины и выставил ее за дверь. Отчего в итоге женщина погибла под дверью собственной квартиры, он якобы не знает. Сейчас в деталях разбирается следствие. К другим новостям задержаны сбытчики синтетических наркотиков. По версии следствия, организаторами группы выступили двое жителей Рязани. Изначально молодые люди работали по найму на один из межрегиональных интернет-магазинов по сбыту Спайса. Их задачей являлось распространение в Рязани через закладки синтетических наркотиков. Когда сообщникам на реализацию была передана оптовая партия, они прервали связи с кураторами, фактически присвоили криминальный товар и стали распространять его только в своих корыстных интересах. Роль контактеров с клиентами досталась 21-летним знакомым, которые сами употребляли наркотики. Спайс забрал на адресе деревянного столба спачки парламента. Пятым участником группы стал 24-летний житель Рыбного. Он выполнял поручения по передаче наркотиков посредством закладок различным сбытчикам, а также занимался их продажей. У подозреваемых обнаружено более 220 граммов запрещенного вещества – синтетического аналога горшиша. Наркотик изымался из тайника в ходе личного досмотра и обыска квартиры. Если верить предновогодним приметам, то долги лучше не брать с собой в Новый год, особенно если должны судебным приставам. Тем более теперь рассчитаться с долгами можно, не выходя из дома. Электронный сервис Управления Федеральной службы судебных приставов дает возможность самостоятельно оплатить долг в режиме онлайн через электронные платежные системы, а также распечатать квитанцию для оплаты задолженности в банке. Узнать о своих долгах любой гражданин может, не выходя из дома. Для того, чтобы проверить наличие задолженности, достаточно просто зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов Паризанской области в раздел «Информационная система», окно «Банк данных исполнительных производств». Для работы с банком необходимо выбрать нужный раздел «Поиск по физическим лицам», «Поиск по юридическим лицам» или «Поиск по номеру исполнительного производства». Заполняем обязательные поля, они отмечены звездочками. Для более точной идентификации указываем отчество и дату рождения. Если ваша совесть о главной биографии чиста, результат будет таким. По вашему запросу ничего не найдено. Это значит, что вы не являетесь должником. Чего не скажешь о списке Петровых Иванов. Должников с такими инициалами сразу несколько. Обидно, если уже на пограничном контроле внезапно выяснится, что для вас установлено ограничение на выезд из Российской Федерации или вы объявлены в розыск. Решить проблему с минимальными потерями лучше сейчас. Экран подскажет все способы оплаты задолженности. Это оплата госуслуг, робокасса, Киви-кошелек, веб-мани, Яндекс.Деньги. Польза от информационного сервиса неоспорима и для юридических лиц, которые, кроме того, при заключении деловых сделок и соглашений, могут узнать о наличии или отсутствии долга, имеющегося у других организаций. Для удобства использования можно загрузить приложение на мобильный телефон на платформе Android, Windows Phone или iPhone или, к примеру, подписаться на обновления в социальных сетях. В преддверии предстоящих праздников хочется поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть он принесет вам много приятных открытий и интересных встреч. Пусть осуществляются ваши сокровенные мечты. А вы бы никогда не встречали себя и своих родственников в банке данных исполненных производств службы судебных приставов. Сегодняшняя рубрика будет интересна владельцам автомобилей. Почти 300 тысяч из них могут остаться без водительских прав из-за неуплаты алиментов и штрафов ГИБДД. Законопроект вступает в силу с 15 января 2016 года. За что могут лишить право управления транспортным средством? При неисполнении должником требований исполнительного документа об уплате алиментов, а также других неимущественных требований, связанных с воспитанием детей, требований о возмещении вреда причиненного здоровью, возмещением вреда в связи со смертью кормильца, возмещением имущественного вреда, а также морального вреда, связанного с совершением преступления. В каких случаях не может быть ограничено право управления транспортным средством? Право управления транспортным средством не может быть ограничено в тех случаях, если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию. Также это лицо является инвалидом и использует транспортное средство, предоставленное ему в связи с реализацией своих способностей, связанных с инвалидностью, также если этот человек имеет детей инвалидов первой и второй группы, а также в иных случаях установленных федеральным законодательством. Административная ответственность за нарушение. Обязательные работы на срок до 50 часов или лишение специального права на срок один год. Данные поправки к федеральному законодательству вступят в силу с 15 января 2016 года, поэтому следует обратить пристальное внимание на имеющиеся исполнительные листы. На сегодня все. Если вы что-то пропустили, смотрите нас на сайте город62.тв. По традиции желаю удачи и прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова